Аки-хаки! Пусть во всем солнце светит, как на Ямайке. Итак, друзья, пришел короче день, надо менять раствор. Это я уже буду делать второй раз его менять. Сейчас, посмотрите, жара у нас сейчас 9 вечера, температура раствора 29 градусов. Температура, конечно, вообще не радует, потому что днем, утром температура поднимается в течение 35-7 градусов. Раствор доходит до 32-3 градусов тепла. Конечно, это вообще капец. Я взял ППМ-ку. Здесь было. Да, не отключайся. Вот это сейчас, посмотрите, а дорогой не будет. Кто-то показывает. Каза 1460. 1460-х, 10-ти кратные. Для помидорок сейчас у них соцветия какие, вот мы их опылили. Некоторые даже завязались. Маленькие черри. Но состояние, конечно, у них сейчас, вот, то, что температура греется, у них сейчас, скажем так, вот этот баланс пищевой, который они едят, у них вообще по-сумасшедшему прыгает. Потому что температура то вечером, то днем меняется. И чем быстрее греется раствор, тем, например, вот этот обмен температуры, которая теплая, стопорит доступ к растениям, вот это всех питательных веществ. И у них, соответственно, начинается такая вот нехватка. Корневая, конечно, у них система тоже оставляет желать лучшего. Но вот белые корешки отбиваются новые. Поэтому мы их обчухиваем старые корни. Вот тут вообще полностью обчухали. А у клубники довольно-таки, в принципе, нормально. Вот корневая восстанавливается. В принципе, корневая еще более-менее держится. Вот, смотрите, какая хорошая. Вот эти вот более коричневые, мы их обдираем полностью. И сейчас, точнее не сейчас, а уже завтра буду менять этот раствор. Для клубники, для помидор. Вот, видите, новые тоже беленькие корешочки отбивают. Но клубника у нас сейчас, конечно, жирует. Она вот в усы идет, я ее обрезаю, она идет в усы и все. Сейчас я попробую опять заново дать им что-то помидорок. Начинается вот нехватка. Я им хочу дать чуть-чуть азотика. Сейчас он у меня на фосфоре сидел. Но я верну его опять на азот, потом на фосфор, а потом уже выведу на кальций. Я, конечно, не знаю, что получится с помидорками. Потому что как бы выращивать две культуры, клубнику и помидор, это, в принципе, было не особо правильный выбор. Скажем так, надо было все засадить полностью клубникой. Или, допустим, вот эту оставить клубника, вот эту засадить помидорами. И поставить два ведра, было бы, конечно, гораздо легче управлять питательным раствором для клубники или для помидор. Потому что, скажем так, вот сейчас помидорам надо давать для плодов завязей. А клубники, я бы, конечно, дал бы еще азотика заново, чтобы нехватка, все-таки, ага. Ну, ничего, думаю, это все мы восстановим. А так, в принципе, листва все такая, смотрите, какая хорошая, такая крупная. В принципе, почти как вот, чуть меньше, чем ладонь. Хорошая такая. Классненькие. В общем, завтра я буду менять раствор и давать им кормежку, получается, по ДДС, где-то дам 1000-1100 ппм. Так, раствор у меня, в принципе, хорошо буферизируется, баланс, пашка всегда где-то держится в пределе 6-6,5. В принципе, это радует в такую температуру. Ну, а вот так вот, друзья, пока мы все, что хотел показать. Так, всем, друзья, классного, хорошего урожая. Не забывайте подписываться в социальные группы. Всем вам классного, хорошего урожая. Пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok